Всем привет! С вами Майк Вилд. Новый год уже не за горами, предлагаю начать к нему готовиться. Нарядить нашу елочку вот в такую юбку. Для работы я буду использовать клеевую паутинку на бумаге флизофикс. Ткани для петчфорка двух цветов. Металлизированные нити Мадейра, нитки для вышивки Аврора. Также я распечатала и склеила из двух листов контур снежинки. Перевожу этот контур на бумажную сторону флизофикса карандашом. Вырезаю с небольшим отступом. На изнаночную сторону ткани, которую я выбрала для аппликации, приутюживаю получившуюся снежинку. Теперь маленькими ножничками аккуратно вырезаю по всем контурам. Далее при помощи линейки для разметки кругов на изнаночной стороне основной ткани намечаю половинку самой большой окружности. Это 25,4 миллиметра и центр. Отрезаю ткань с запасом в несколько сантиметров. Таких деталей нам понадобится две. При помощи булавки перевожу метку центра окружности на лицевую сторону. Теперь нужно снять бумажную основу с аппликации. Удобнее всего это сделать, процарапав булавкой бумагу и подцепив краешек. На основной детали нахожу метку центра и размещаю аппликацию относительно нее. Приутюживаю. Для этого проекта я выбрала тонкий хлопковый наполнитель Симпли Катон. Выкраиваю его по размеру основной ткани. Собираю лоскутный сэндвич. Намечаю окружность, фиксируя линейку на отметке центра. Скрепляю все слои изогнутыми булавками. Пришивать аппликацию я буду металлизированными нитями, поэтому использую соответствующие машинные иглы. Ставлю шагающую лапку и пришиваю аппликацию по краю. Здесь также можно использовать аппликационную строчку. Для еще большего блеска я решила заполнить всю снежинку стежкой металлизированными нитями. Простегиваю хаотичные ломанные линии. Стегаю я в специальных перчатках. Они позволяют мне максимально контролировать процесс стежки. Края снежинки я заполнила голубыми, а центр белыми сверкающими нитками. Получается градиентная стежка. Название ниток и номера цветов вы найдете в описании к видео. Белый фон буду стегать матовыми нитками, чтобы снежинка выделялась еще больше. Стежкой выхожу за границы намеченного круга. В центре снежинки намечаю отверстие диаметром 2 см и прочерчиваю линию, выходящую за внешнюю окружность. Убираю булавки и вырезаю по всем размеченным линиям. Маленькими ножничками вырезаю кружочек в центре. Нарезаю детали косой бейки шириной 3 см и соединяю их в одну. Чтобы окантовка в готовом виде была узкой, позиционирую иглу в крайнее правое положение. Притачиваю бейку к изнаночной стороне, формируя уголки. Подробнее о том, как окантовать лоскутное изделие, мы показывали в наших прошлых видео. Ссылку на них вы видите на экране. Особое внимание хочу уделить окантовке внутреннего маленького кружочка. Здесь нужно слегка подтягивать бейку на себя. Я прошиваю два стежка, поднимаю лапку, поворачиваю все полотно и снова подтягиваю бейку. В итоге пришитая бейка выглядит вот так. Выворачиваю ее на лицевую сторону, подгибаю и закалываю булавками так, чтобы бейка перекрывала первый шов. Теперь пришиваю ее на швейной машинке в самый край. Продолжение следует... Вот такой праздничный сугроб под елкой у нас получился Мы ее уже даже немножко нарядили И можно уже складывать под нее подарки Всем спасибо за просмотр До новых встреч, пока-пока Не забудьте подписаться на наш канал У нас много всего интересного и полезного Субтитры сделал DimaTorzok